Коли в дворы на Пушкинской новочах у Брастовчанки Ани почали секчить древы, об зеленом телефоне девчина еще не видала. Начинают подниматься на этом кране с бензопилой, два человека, отпиливают маленькие ветки, потом побольше. Я думаю, ну ладно. В принципе, крона очень большая, она разрослась, уже давно не мешала его подстричь. Смотрю, пилят, пилят, и потом раз, и полдерева нету. Я, короче, выскочила пулей просто во двор. И запотребовала спинить усе работы, а ей у отказ документы, мауляв, усе офицейно. Однако смелость городы берет, так девчина дозвонилась до начальника жреу и ландшафтных дизайнеров, які уважливо выслухали и пошли на сустрач, дали добро спинить спилование двух древ. Я ее убедила, по-человечески говорю. Вы понимаете, что у нас во дворе очень мало деревьев, с ребенком гулять невозможно, летом в солнцепек, можно только в подъезде с бетонным козырьком тусоваться и все. Алло, да, добрый день. Зеленый телефон, Анна вас слушает. Этот зеленый телефон от звонков уже распалился. Каждый понеделок, сираду и пятницу в працованный час по этим номерам отказывают специально навученные операторы. Консультуют их, кто свернулся до так званой зеленой сетки, допомогают знайсти потребные контакты особ, скласть из ворот и могут подказать далейшие кроки. Али выехать на место с плакатами на перевес не допомогут. Зачастую очень путают эту сферу. И получается, что люди звонят и говорят, вот у нас есть проблема, давайте решайте ее. Но мы не можем выезжать, на каждую проблему ее решать. Но мы при этом помогаем людям, рассказываем, куда можно обратиться, чтобы с этой проблемой они сами спокойненько справились у себя там в своем городе, деревне. Так что по звонку на зеленый телефон зеленая худкая не выеде, а лизатое вырасти экологичная свядомость людей. А эко-оборонцы смогут выявить самые хворые зеленые проблемы и звернуться до мясцовой улады после унести пропанову об измене отповедных законов.